Аплодисменты Я столько анекдотов услышала про блондинок. Вот мне интересно, кто про нас блондинок сочиняет анекдоты? Наверное, брюнетки. Потому что они нам завидуют. И главное, во всех этих анекдотах мы блондинки, ну вот прям дуры недалекие. Слушай, ну а при чем здесь расстояние? Вот лично я не дура недалекая. У меня просто на все есть свое собственное мнение. Вот скажите, вы знаете, зачем в метро у эскалатора тетка в будке сидит? А я знаю. Она педали крутит, эскалатор наматывает. Я еще в детстве отличалась своими ответами на вопросы. Понимаешь, вот учительница спрашивает. Дети, продолжите фразу. Ничто так не радует глаз. Как? Я говорю, как второй глаз. Я очень умная. Я вообще могла бы министром работать. Вот тогда, кстати, в правительстве бы и спросила, почему, если за второго ребенка дают материнский капитал, почему за третьего ребенка не дают квартиру, за четвертого землю, за пятого автомобиль, а за десятого место в детском саду для первого. Так что я очень умная. Муж-то в себе уже давно нашла, да. Правда, он-то слабо соображает. Я ему недавно говорю, дорогой, ты скоро станешь папой. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, из Ватикана, блин, звонили. Такой, знаешь, лысый, культурный, без ножа и вилки не может съесть кулек семечек. Ой, а вот подружки у меня, вот все не блондинки. Понимаешь, вот все, вот они слабо соображают. Вон Машка у меня, брюнетка, да. Недавно звонил, говорит, слушай, я познакомилась с таким парнем, такой красавец, двухметрового роста, голубоглазый. И имя у него, знаешь, такое сказочное. Я говорю, эльф, что ли? Она говорит, нет, Альфонс. А Ритка, рыжая моя, самая любимая подруга, та вообще не везет в жизни вообще, по жизни, понимаешь? Недавно шла в магазин за хлебом. И говорит, на перекрестке лежит мужчинка пьяненький. Знаешь, пригляделась, ничего, так мужчинка, думает, сейчас хлеба куплю, выйду и мужчинку себе подберу. Купила хлеба, выходит. Мужчинки нет. Как же она визжала с досадой, а? Какая же я дура, можно подумать, три года хлеб не ела. Ну, конечно, нам женщина тяжелее живет, чем мужчина. Вот мужчина на женщину смотрит, да, и сразу видит, какая у нее грудь, талия, бедра, ну, все остальное. А мы женщину на мужчину смотрим-смотрим. Ну и что толку? Нас каждый раз ждет сюрприз. В курсе, да? Да. Ой, вчера была у вас здесь в Юрмале на рынке, слышь. Один мужик, знаешь, чем торгует? Зернышками из яблок. Тоже мне. А они, говорит, интеллект повышают. Ну, я купила у него 10 зернышек за 20 латов. Съела. И говорю, блин, на эти деньги я бы могла купить много яблок. И наковырять много зернышек. Он говорит, вот видите, вы уже поумнели. Я так обрадовалась, что купила у него еще этих зернышек на 50 латов. Ой, ну не могу. Слушай, а другая моя подружка сейчас вспомнила еще, Ирка. Недавно завела себе любовника. Он ей уже утром звонит и спрашивает, муж дома или ушел? Она говорит, да. Что да? Дома или ушел? Потом подумал, говорит, нет. Что нет? Не ушел или нет дома? Муж спрашивает, кто звонил? Она говорит, из гидрометцентра. Ошиблись номером. Спрашивает, горизонт чист? Я говорю, нет. Хмурое утро. Слушай, ну а вот недавно в интернете прочитала, что в Америке настал этот вот как его финансово-экономический кризис. И им там пришел вот этот полный. Ну, который подкрался незаметно. Вот я думаю, интересно, вот к ним он подкрался незаметно, а у нас он даже и не прятался. Аплодисменты. 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 Ну, конечно, нам блондинкам труднее живется, чем всем остальным женщинам. Во-первых, красавицы. Во-вторых, все-все обращают внимание. Никуда пойти нельзя. Вот зашла в магазин недавно на автозапчасти. Ну, мужиков там всегда полно Вот стоят прям часами, запчасти себе выбирают. Да, ты знаешь, да? Для чего они эти запчасти выбирают? Ну не знаю, я же по делу. Я так подхожу к продавцу, все на меня уставились. Я говорю, продавец, скажите, у вас есть в продаже датчики? Он говорит, какие датчики? Я говорю, такие, что когда я своим задом в чей-то перед въезжаю, чтобы лампочки загорались. Ну короче, купил эти датчики, поставил на машину, еду. Впереди меня, конечно, мужик едет. Он направо, я направо, он налево, я налево. Потом он как даст по тормозам, но я со всей дури в него и втюкалась. Причем мужчина, какого лешего вы так резко тормозите? Он говорит, а какого лешего вы в мой гараж въехали? Ну вот такие мужики, ты понимаешь, а к вам сюда летело в самолете? Ну конечно, бизнес-классом. Рядом со мной мужик сидел. Ну сначала комплименты мне в дело, шампанским угощал. Потом видит, что я блондинка, решил меня уесть. Он говорит, девушка, давайте с вами сыграем в одну игру. Я говорю, в какую игру? Он говорит, ну вот я вам задам вопрос. Я говорю, так. Он говорит, и если вы на него не ответите, вы мне дадите пять долларов. Я говорю, угу, и что дальше? Он говорит, а потом вы мне зададите вопрос. И если я на него не отвечу, я вам дам пятьсот долларов. Я говорю, ну что ж, давайте поиграем. Какой у вас вопрос? Он говорит, скажите, какое расстояние от Луны до Земли? Слушай, я смотрю на него, ну дурак дураком. Ну он что думает, что я таким вопросом буду себе свою красивую блондинскую голову забивать? Я молча отдала ему пять долларов. Он говорит, ну теперь ваш вопрос. Я говорю, да. Теперь мой вопрос. Вот вы мне теперь скажите, что поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех? Он думал, думал, аж пунцовый вещь стал. В интернет залез, посмотрел, нет ничего. Как миленький отдал мне пятьсот долларов. А потом он говорит, ну кто же это такой на трех, на четырех? Я молча отдала ему пять долларов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, тараканы в ее голове что-то празднуют. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Степаненко АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ